Итак, сегодня в России выбирают президента. Напомню, что на эту должность претендует 5 кандидатов. Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени. Голосование продолжится до 8 часов вечера. Тем, кто по той или иной причине не может сделать выбор по месту жительства, выдано открепительное удостоверение. При наличии паспорта этого документа проголосовать можно на любом участке. Специальные пункты организованы для тех, кто в пути, в залах ожидания железнодорожных вокзалов и в некоторых аэропортах. Впервые россияне будут выбирать главу государства на 6 лет. Особенностью этих выборов стало еще и внедрение новых технологий на избирательных участках. В целях прозрачности процедуры было принято решение оснастить их видеокамерами. Они установлены на 2800 участках. Таким образом, в интернете можно в режиме онлайн следить за тем, что происходит непосредственно на участке. Одна из камер направлена на урну, вторая на пункт выдачи бюллетеня. Как работает система, расскажет наш корреспондент Инна Данилова. Она присоединяется к нам в эфире. Инна, здравствуйте. Как идет трансляция с веб-камер на вашем участке? Здравствуйте, коллеги. За то время, что мы находимся на участке 157, никаких технических сбоев, связанных с системой видеонаблюдения, зафиксировано не было. Как и полагается, веб-камеры начали свою работу буквально с первой минуты начала голосования. Причем уже в 8 часов утра на этом участке было достаточно многолюдно. Вы сейчас можете в этом сами убедиться. Этот участок, как и все, где есть технические новинки, оборудован двумя веб-камерами. Одна установлена в направлении урн для голосования, другая держит в поле зрения все помещение. Но ни лица избирателей, ни графа, в который они ставят галочку, не видны, чтобы не нарушать тайну голосования. А вот проследить за явкой на выборы можно. Это все правильно. Все так и должно быть. Люди могут везде просмотреть. По интернету, по этому. Я согласен с этим. Правильно сделали. Будет видно, правильно ли выборы прошли, не было ли там незаконного чего-то, подтасовки каких-нибудь. Более дисциплинированно и, ну, чтобы меньше было проблем в будущем. Напомним, следить за ходом голосования можно и со своего домашнего компьютера в режиме реального времени. Но этот сервис на сайте Центра избиркома доступен только тем, кто зарегистрировался до 3 марта. Как утверждают специалисты, картинку с одной камеры одновременно сейчас могут просматривать 60 тысяч человек. Впрочем, нововведение лишь дополняет традиционные формы контроля во время выборов. На этом участке, где мы сейчас находимся, например, за ходом голосования следят сразу несколько наблюдателей. Пустые ящики, стационарные и переносные, пломбировались при, естественно, наблюдателях, членах комиссии с правом совещательного голоса, также сотрудниками полиции. То есть все видели, как это все происходит. В режиме реального времени избирательные участия сегодня будут находиться с 8 утра и до 8 часов вечера. Времени окончания голосования. А у меня на этом пока все. Коллеги.